Северный город 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 В Усть-Улимске зарегистрировано сразу несколько случаев грабежа, совершенных одним и тем же человеком. 28 октября 2016 года в дежурную часть межмуниципального отдела полиции поступило сообщение жительницы нашего города о том, что, находясь на улице, неизвестный мужчина выхватил у нее сумку и скрылся. Вечером этого же дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил женскую сумочку у женщины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 38-летний житель нашего города. Впоследствии был арестован. Проводятся следственные действия. К тому же, совсем недавно этот гражданин похитил из квартиры пенсионерки бытовую технику, зайдя за солью. Грабитель оказался ранее судимым за совершение имущественных преступлений, притом употребляет наркотические средства. Наказание будет свыше пяти лет лишения свободы за открытое хищение имущества с применением насилия. 1 ноября в районном поселке Железнодорожный в гаражном боксе по улице Пионерская произошел пожар. Внутри бокса находилась пристройка и автомобиль Нива ВАЗ-2121. Арендатор находился на месте. Происшествие не пострадал. В результате пожара деревянная пристройка уничтожена полностью. Стены внутри гаражного бокса закопчены по всей площади. Уничтожены сгораемые части внутри автомобиля. Погибших травмированных нет. Причина – виновное лицо, а также ущерб устанавливаются. В Устилимске активно развернула свою работу антинаркотическая комиссия. Ее представители обращаются с призывом оказать активное содействие. Наркотики – проблема номер один современного мира. И наш город тоже не обошла эта беда. На сегодня в Устилимске зарегистрировано несколько случаев употребления наркотиков несовершеннолетними. Подростки не скрывали, что покупали наркотики через интернет. Распространение запрещенных препаратов в сети интернет сегодня поставлено на поток по всей России. Синтетические наркотики имеют разное название – скорость, шоколад, соль, на любой вкус и кошелек. Очень сложно отследить такие магазины, потому что они – однодневки с виртуальными счетами. Провайдер этих сайтов вообще может находиться за границей. Как бороться с распространением синтетики? В первую очередь – пропаганда здорового образа жизни. Детям необходимо объяснить, что употребление спайсов меняет сознание ребенка и ведет к необратимым последствиям. Люди сгорают крайне быстро. Всего за полгода можно превратиться в овощ, пускающий слюни, а дальше – неминуемая гибель. Эксперты утверждают, что спайсы и миксы – самая страшная наркотическая дрянь, перед которой меркнет даже героин. В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который делает закладки в нашем городе. Бедительные граждане увидели, как подозрительный парнишка ходит из подъезда в подъезд с большой сумкой и вызвали полицию. Оперативники задержали подозреваемого. При нем находилось большое количество наркотиков. Отнеситесь внимательно к призыву антинаркотической комиссии. На данный момент орган наркоконтроллера сформирован как по всей России, так и в городе Устилимске в том числе. Основные полномочия, которые осуществлял этот орган, переданы Министерству внутренних дел. И, следовательно, органы полиции города Устилимска создают специальную структуру, которая будет заниматься этим. Но в помощь полиции существует в городе антинаркотическая комиссия, которая действует при администрации города Устилимска. В данную комиссию входят представители самых разных структур. Ну и администрации города, и правоохранительные органы, центры социальной помощи семье и детям, управление образованием, культурой, спорта. То есть все, кто могут заниматься профилактикой распространения наркомании в городе. И те, кто уже борются с последствиями и ловят преступников, скажем так. В настоящее время хотелось бы донести до сведения жителей информацию об основных телефонах горячей линии. Во-первых, существует общий телефон по Иркутской области с бесплатным доступом звонков по Иркутской области. Этот телефон 8 800 35 00 95. Этот телефон доверия действует для жителей региона. И позвонить туда можно по разным вопросам. По самым разным. Если родитель подозревает, что у него ребенок начинает употреблять наркотики, или кто-то из знакомых друзей, родственников. Если даже какая-то психологическая травма у человека, и он уже сам на грани срыва, и у него желание какую-то уже свою психику таким способом стабилизировать, он может позвонить, потому что по этому телефону доверия также представители разных структур. И психологи, и представители правоохранительных органов отвечают. На этот телефон доверия можно звонить, даже если вы подозреваете, что наркопритон в вашем подъезде. Но вы по каким-то причинам или боитесь звонить в местную полицию, или вы уже звонили, мер не принимается. То это телефон доверия для самых разных вопросов. Телефон антинаркотической комиссии, по которому вы тоже можете позвонить по любым вопросам, по крайней мере мы сможем переориентировать вас, как действовать в этой ситуации. Это телефон 593 44. Одна из злободневных тем, также, наверное, для всей России, для нашего города, это появившиеся надписи о продаже наркотиков с номерами телефонов. Уже примерно год назад в средствах массовой информации города проходила информация о том, что была даже акция с помощью волонтеров и средств массовой информации, с вашими телеоператорами в том числе ездили и закрашивали эти надписи. Но надо понимать, что, конечно, это процесс бесконечный, но в любом случае какие-то действия предпринимать хотелось бы. Очень важно понимать, что эти номера телефонов, они могут быть, даже не касаться продажи наркотиков, то есть вы можете позвонить, вот просто даже ради любопытства, да, и с вас могут снять мошенники деньги с вашего счета, поэтому ни в коем случае никогда по таким телефонам не звоните. Закладки часто делают вот в батареях, которые в подъезде, где-то, где мусорные баки, там, значит, так называемые закладки, то есть местонахождение человеку сообщается заранее, вот, и он ее находит, то есть это может быть, знаете, даже под лавочкой, на которой бабушки сидят, это может быть где угодно, но еще раз говорю, когда что-то подозрительно где-то роют, в снегу сейчас особенно, да, зима, то это уже нужно задуматься. Если вы что-то увидели подозрительное, вы звоните либо напрямую в полицию, либо вот в антинаркотическую комиссию, да, либо в ЕДДС сообщаете о надписях. Ну, в принципе, мы проработали с ЕДДС, что если человек вот действительно потерялся, и он вам позвонит и скажет, что я думаю, что у меня наркопритон, мы попросили, конечно, принимать любую информацию и передавать нам. В чума 21 века синтетические наркотики появились относительно недавно. Медики говорят, что состав наркотика нового поколения вызывает практически моментальную зависимость, поэтому будьте бдительны и активны. Граждане могут сообщить о фактах распространения наркотиков, получить консультацию по телефонам, которые вы видите на экране. Ирина Сарапулова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Для выявления правонарушителей сотрудниками полиции регулярно проводятся рейдовые мероприятия. О результатах последних из них рассказала Елена Алина, инспектор ГИБДД. На прошлой неделе на обслуживаемой территории проводились областные профилактические мероприятия «Злостный неплательщик». За время данных мероприятий сотрудниками госавтоинспекции выявлено 8 водителей, которые не оплатили штрафы в установленные законом сроки. Все они привлечены к административной ответственности по статье 20.25 Административного кодекса. В отношении двух водителей избрана мера административный арест, а другим водителям придется оплатить штраф уже в двойном размере. 1 ноября в Уст-Илимском краеведческом музее впервые в истории города прошел праздник – День почетного гражданина. За прошедшие 27 лет такое звание присваивалось 32 раза. Среди почетников – строители города, ГЭС, ЛПК, педагоги, руководители крупных организаций и предприятий. Съемочная группа северного города побывала на торжестве. Работники краеведческого музея выступили с инициативой учредить дату 1 ноября как праздничную. Местные власти охотно поддержали идею. Число выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1979 году, звание почетного гражданина города было присвоено впервые Александре Николаевне Пахмутовой. Так, устилимцы выразили композитору свое признание за песню «Письмо на Устилим». Заслуженных граждан, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие нашего края, очень много. За 27 лет 32 присвоили звание почетный. Впервые в истории города в минувший вторник прошло торжественное чествование этих людей. Сегодня наш музей презентует галерею почетных граждан города Устилимска. И кроме этого, самое главное, все самые уважаемые люди, все горожане сегодня чествуют вас, уважаемые почетные граждане. На сегодня не так много осталось ветеранов, получивших это звание. Строителей, в честь которых названы улицы нашего города. Педагогов и деятелей, чьи имена носят дворцы культуры и школы. В их адрес звучали многочисленные поздравления и слова искренней благодарности. Поздравляю вас всех с праздником. Пожелаю вам здоровья, бодрости, энергии, новых встреч, активного участия во всех городских мероприятиях. С праздником вас! Строительство нашего города – это великий подвиг советского народа. Каждый из вас – это легенда. И ваша трудовая биография – это тот богатейший материал, на котором можно воспитывать подрастающее поколение. Я как учитель об этом говорю. Большое вам спасибо за ваш трудовой подвиг, за ту жизнь, которую вы прожили и живете дальше. Потому что вот вы – это те маяки, на которых стоит равняться. Спасибо вам большое. Цветы и памятные подарки получали ветераны от каждого поздравителя. Гостями были также ученики школ. Для них и была представлена история каждого из почетных граждан. Ведь молодежь должна знать своих героев. Минуты молчания почтили память тех, кого уже нет с нами. Безусловно, то, что было сделано почетными гражданами – великий подвиг, который навсегда останется на страницах истории города. Алена Феоктистова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Первая музыкальная школа в Усть-Лимске открылась в 1968 году. А с сентября 1994 в ней стали действовать театральное и хореографическое отделение. И учреждение приобрело новый статус – школа искусств номер один. В 2000 году произошло объединение с детской художественной школой. И появилось четвертое отделение – художественное. На сегодня преподаватели и ученики всех направлений имеют множество наград и призовых мест различных конкурсов. С открытием нового 22 сезона, которое состоялось в минувшую субботу, коллектив ждет еще больше успехов. О прошедшем мероприятии наш следующий сюжет. Началом нового творческого сезона можно считать мероприятие, которое состоялось 29 октября в стенах школы искусств номер один. Вниманию зрителей была представлена интереснейшая программа хореографического отделения. Это балетные номера и народно-сценические танцы, сопровождающиеся игрой на музыкальных инструментах. И многое другое, что радовало гостей. Настоящее таинство и чудо-преображение. Оно происходит вдали от ваших глаз, в танцевальных классах, на изнуряющих уроках, на долгих репетициях, чтобы здесь, на сцене, вы смогли увидеть прекрасные жемчужины хореографического искусства. В отделении работает 15 преподавателей-концертмейстеров. Обучается около 170 детей. Из каждого маленького ученика хореографического отделения воспитывают профессиональных танцоров, многие из которых добиваются колоссальных успехов в творческой деятельности. На мероприятиях школы искусств номер один зрительные залы всегда переполнены. Публика с восторга встречает и провожает громкими аплодисментами всех выступающих. Будь то первоклассники, которые только начали учиться тянуть носочек и правильно держать осанку, или выпускники, уже твердо стоящие на пуантах и виртуозно танцующие. 22-й творческий сезон открыт. Впереди новые проекты, фестивали, концерты. Мы желаем коллективу преподавателей и их ученикам только больших достижений. Алена Феоктистова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Дети всегда с нетерпением ждут снега, и когда он выпадает, во дворах появляются несанкционированные горки. Ребятишки сами выкатывают склоны, которые зачастую выходят на придомовую дорогу. Такие развлечения могут закончиться плачевно. Уже зарегистрировано несколько случаев, где дети скатываются с горы прямо под колеса машин, вследствие чего оказываются в больнице. Как обезопасить свое чадо – наш следующий сюжет. В связи с тем, что участились случаи наезда машин на детей во дворах, сотрудники госавтоинспекции совместно с отделом по делам несовершеннолетних и участковыми проводят рейдовые мероприятия по ликвидации несанкционированных горок, которые выходят прямо на проезжую часть. Количество машин в городе постоянно увеличивается. От этого возрастает и опасность. Дети накатывают стихийные горки на всех возможных возвышенностях, склонах, завалах, даже наброшенных автомобилях на дворовой территории. Это может стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Съезд с горок под движущийся автомобиль. Вот такой случай был у нас зарегистрирован в первой области в субботу во дворе Димитрова 14, где ребенок скатился с такой вот несанкционированной горки и совершил наезд на автомобиль. Поэтому мы в свою очередь хотели обратиться к коммунальным службам, к родителям, к водителям, быть внимательнее при проезде дворовых территорий, к учителям, школам, чтобы проводили беседы с детьми, родителям, чтобы также проводили воспитательные мероприятия, беседы с детьми, что на самом деле это все опасно. Сотрудники ГИБДД следят за главными городскими дорогами. Придомовые должны контролироваться управляющими компаниями, советами домов и самими жителями. До безопасности детей необходимо засыпать такие склоны песком или щебнем, ставить ограждения вдоль проезжей части дорог. Будем сотрудничать с коммунальными организациями, товариществами, собственниками жилья, еще с представителями собственников дворовых территорий и прилегающих к дворовым территориям мест, а ликвидация этих горок. А чтобы у ребятишек все-таки была горка, папа можно собраться и построить ее в безопасном месте, вдали от проезжей части. Берегите себя и своих детей. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». Это была информационная программа «Северный город». С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго, до встречи в следующем эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА